Музыка 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Знают ли саровчане, как это происходило и нужно ли ставить памятник в нашем городе ликвидаторам аварии? Пойдемте их спросим. Это был 1986 год. Я служил в армии в то время. Да, я помню это. Это жутчайшая история, конечно же. И не дай бог кому-то пожелать подобное. Я думаю, нет. Почему? А почему? У нас здесь свои аварии были. Памятники надо своим ставить. Там один блок взорвался. То ли четвертый блок. С нашего города очень много людей туда поехало. Что сколько их погибло и сколько их потом умерло после этого. Это героизм был в высшей степени. Поэтому, естественно, и давно больше надо ставить это. И, конечно, много там погибло. Особенно вот первые вот моменты. То, что там надо было выключить вот реактор, наверное. Ну, вообще-то у нас люди с нашего города там трудились. Может, стоит. Да, там, я не помню какой, четвертый, что ли, реактор. У него крышка взорвалась и получился выброс в атмосферу вредных веществ. Не нужно ли ставить им памятник? Я думаю, да. Почему? Потому что эти люди, во-первых, я думаю, что у них сейчас проблемы со здоровьем многих. И, во-вторых, в каких они оказались условиях, учитывая то, что очень долгое время не сообщалось, вплоть до майских праздников, об этой ситуации. То есть люди получили очень большие проблемы со здоровьем. Я думаю, что, да, они это заслуживают. Ну, надо, это же память все равно. Ну, на ошибках хочется, как говорится. Так что, я думаю, это полезно. А ты как думаешь? Я тоже думаю, что нужно. Все равно память какая-то будет. Ну, если кто-то из саровчан принимал участие, то, наверное, нужно в целом. Если нет, то, наверное, нет. Ты об этом? Нет, конечно. Что это такое? А как вы считаете, нужно ли поставить памятник нашим саровским чернобыльцам, которые там принимали участие? Зачем? Ну, как зачем? Ну, а зачем вам поставить память? А что они там сделали? 751 саровчанин участвовал в ликвидации Чернобыльской АЭС. Из них остались живы всего лишь 300. Я считаю, что памятник чернобыльцам в нашем городе просто необходим. Мы должны помнить и знать, что произошло в апреле 1986 года.